Здравствуйте! Тема сегодняшней лекции – холинергические средства. Как вы знаете, вегетативная нервная система подразделяется на симпатическую или адренергическую иннервацию, так как импульс передается посредством выделения нейромедиатора норадреналина, и парасимпатическую или холинергическую систему, где передача импульса осуществляется с помощью нейромедиатора ацетилхолина. Ацетилхолин синтезируется из холина и ацетилкоэнзима А в пресинаптической мембране при участии фермента холин ацетилтрансферазы и депонируется в синаптических визикулах. При поступлении нервного импульса происходит деполяризация мембраны синаптических окончаний, которая вызывает быстрый ток ионов кальция в клетку. В результате происходит слияние мембраны синаптических пузырьков с плазматической мембраной, и таким образом запускается процесс высвобождения их содержимого. Выделенный синаптическую щель ацетилхолин вступает во взаимодействие с холинорецепторами на посинаптической мембране. Холинорецепторы подразделяются на мускаринчувствительные, они обозначаются как М-холинорецепторы, и никотинчувствительные или Н-холинорецепторы. Известно 5 подтипов М-холинорецепторов. М1-холинорецепторы локализуются главным образом в центральной нервной системе и энтерохромофиноподобных клетках желудка. М2 – это основной подтип М-холинорецепторов сердца. М3 – в гладкой мускулатуре и экзокринных железах. М4 располагается в сердце, легочных альвеолах и центральной нервной системе. М5 – в слюнных железах, в радужной оболочке глаза и центральной нервной системе. Н-холинорецепторы подразделяются на два подтипа. Н-н-холинорецепторы или рецепторы нейронального типа, они представлены в коре больших полушарий, продолговатом мозге, спинном мозге, нейрогипофизе, вегетативных ганглиях, мозговом слое надпочечников и каротидных клубочках. Второй подтип Н-холинорецепторы мышечного типа обозначаются как НМ-холинорецепторы и локализуются они в скелетных мышцах. Н-холинорецепторы состоят из пяти субъединиц, формирующих ионный канал. Ацетилхолин взаимодействует с альфа-субъединицей Н-холинорецепторы, при этом изменяется проницаемость мембраны, открывается натриевый канал, натрий поступает внутрь клетки и в результате происходит процесс деполяризации на мембране. Это приводит к передаче возбуждения и возникновению эффекта, например, сокращения скелетной мышцы. При взаимодействии ацетилхолина с Н-холинорецепторами большую роль в передаче импульса играют G-белки, которые в зависимости от подтипа рецепторов влияют на вторичные мессенджеры. Так, М1, М3 и М5-холинорецепторы сопряжены с GQ-белком, который активирует инозитолфосфатную систему и повышает уровень ионов кальция в цитоплазме, тем самым вызывает эффекты возбуждения, например, выброс секрета или сокращения гладкой мускулатуры и так далее. М2 и М4-холинорецепторы сопряжены с GI-белком, который, наоборот, снижает уровень кальция в цитоплазме за счет подавления аденилатциклазной системы и таким образом проявляются эффекты угнетения, например, замедление проведения импульса в проводящей системе сердца. Эффект ацетилхолина очень кратковременный, так как он быстро подвергается гидролизу под действием фермента ацетилхолинэстеразы до холина и уксусной кислоты. Таким образом, синапс готов к восприятию нового импульса. Значительная часть молекул холина, около 50%, захватывается пресинаптической мембраной и в дальнейшем используется для синтеза ацетилхолина. Давайте разберем, какие же эффекты вызывает ацетилхолин. Ацетилхолин стимулирует и М, и Н холина рецепторы, но при системном его действии преобладают М-меметические эффекты. Ацетилхолин угнетает работу сердца, вызывает брадикардию, угнетает проведение импульса по проводящей системе сердца. Эти эффекты связаны со стимуляцией М2 холина рецепторов. За счет стимуляции М3 холина рецепторов ацетилхолин повышает тонус желудочно-кишечного тракта, бронхов, мочевыводящих путей, усиливается перистальтика кишечника. Также повышается секреция желез бронхов, желудка, кишечника, слюнных, слезных и носоглоточных желез. Ацетилхолин вызывает сужение зрачка за счет сокращения круговой мышцы радужной оболочки глаза. Радужная оболочка при этом становится тоньше, раскрываются углы передней камеры и улучшается отток внутриглазной жидкости из передней камеры глаза через фонтановое пространство в шлемах канал. Также при стимуляции М3 холина рецепторов сокращается ресничная мышца глаза. Это приводит к расслаблению цинновой связки и, соответственно, увеличивается кривизна хрусталика. Глаз устанавливается на ближнюю точку видения. Влияние ацетилхолина на энхолинорецепторы скелетных мышц приводит к их сокращению. Стимулируя энхолинорецепторы вегетативных ганглиев и мозгового слоя надпочечников, ацетилхолин повышает артериальное давление и вызывает тахикардию. С помощью лекарственных средств можно воздействовать на различные процессы передачи импульса в холинергическом синапсе. На синтез и высвобождение ацетилхолина, на взаимодействие ацетилхолина с холинорецепторами, на гидролиз ацетилхолина и захват холина при синаптическими окончаниями. На сегодняшний день практическое значение имеют препараты, непосредственно влияющие на холинорецепторы, это холинергические средства прямого действия, и препараты, влияющие на распад ацетилхолина под действием фермента ацетилхолинэстеразы. Это холинергические средства непрямого типа действия, так как они не взаимодействуют напрямую с холинорецепторами, холинергические средства подразделяются на холиномиметики, то есть препараты стимулирующие рецепторы, и холиноблокаторы, препараты блокирующие холинорецепторы. Холиномиметики прямого действия подразделяются на три группы. Первая – средства, стимулирующие как М- так и Н-холинорецепторы, вторая группа – средства, влияющие только на М-холинорецепторы, и третья – стимулирующие только N-холинорецепторы. Таким же образом, холиноблокирующие средства подразделяются на средства, блокирующие и M- и N-холинорецепторы, вторая группа – M-холиноблокаторы и третья – N-холиноблокаторы, которые подразделяются на две группы – ганглиоблокаторы и кураро-подобные средства. Непрямые холиномиметики в зависимости от прочности связи с ферментом ацетилхолинэстеразы подразделяются на препараты обратимого и необратимого типа действия. Антихолинэстеразные средства имеют большее практическое значение, чем прямые МН-холиномиметики. Механизм их действия связан с угнетением активности фермента ацетилхолинэстеразы, под действием которой происходит гидролиз ацетилхолина. Ацетилхолинэстераза в своей молекуле имеет два центра – анионный и эстеразный, с помощью которых идет связывание с молекулой ацетилхолина. С этими же центрами связываются и антихолинэстеразные средства. Они инактивируют ацетилхолинэстеразу, то есть препятствуют гидролизу, ацетилхолина, и таким образом ацетилхолин стимулирует холинорецепторы более продолжительное время. То есть сами по себе эти препараты не стимулируют холинорецепторы, а усиливают и удлиняют действие ацетилхолина. Поэтому их называют холиномиметиками непрямого действия. Соответственно, все фармакологические эффекты этих препаратов повторяют эффекты ацетилхолина, о которых было уже сказано выше. В зависимости от прочности связи с холинэстеразой, антихолинэстеразные средства подразделяются на препараты обратимого и необратимого действия. Препараты необратимого действия взаимодействуют с ацетилхолинэстеразой с помощью ковалентной связи, поэтому действие их более продолжительное. Способность антихолинэстеразных средств, так же как и ацетилхолин, снижать внутриглазное давление используется при лечении глаукомы. Для этой цели применяют неостегмин, физостегмин и армин. Влияние на гладкую мускулатуру желудочно-кишечного тракта и мочевыводящих путей используется при лечении атонии кишечника и мочевого пузыря. Свойства антихолинэстеразных средств улучшать нервно-мышечную передачу объясняет их эффективность при миостыне. Для лечения остаточных явлений после перенесенного полиомиелита применяются галантамин и физостегмин, так как они хорошо проникают через гематоэнцефалический барьер. Также эти препараты улучшают память и могут применяться в начальной стадии болезни Альцгеймера. Антихолинэстеразные средства являются антагонистами м-холиноблокаторов и миорелаксантов антидополяризующего действия и применяются в качестве антидотов при отравлении этими средствами. В этом случае чаще используется неостегмин и галантамин. Следующая группа препаратов – м-холиномиметики, препараты, которые непосредственно стимулируют мускарин, чувствительные холинорецепторы. Они обладают теми же эффектами, что и антихолинэстеразные средства, только в отличие от них, во-первых, влияют напрямую на м-холинорецепторы и, во-вторых, не вызывают н-холиномиметических эффектов, то есть не влияют на скелетные мышцы. Соответственно, применение этих препаратов ограничено лишь двумя основными показаниями – атония кишечника и мочевого пузыря и в офтальмологической практике при глаукоме. Следует отметить, что пилокарпин не применяется резорбтивно ввиду своей токсичности и используется только в виде глазных капель в офтальмологической практике. Следующая группа препаратов – м-холиноблокаторы. Блокируют м-холинорецепторы и тем самым препятствуют взаимодействию ацетилхолина с рецепторами, поэтому они устраняют м-холиномиметические эффекты ацетилхолина. М-холиноблокаторы подразделяются на препараты избирательного и неизбирательного типа действия. Препараты избирательного действия имеют афинитет к определенным по типам м-холинорецепторов, например, перинзипин, блокирующий М1-холинорецепторы энтерохромофеноподобных клеток желудка и снижающий выделение соляной кислоты. Препараты неизбирательного действия взаимодействуют с несколькими подтипами м-холинорецепторов, и поэтому они обладают широким спектром действия. Основным представителем этой группы является атропин – алкалоид, содержащийся в таких растениях, как красавка, белина, дурман. На примере атропина мы рассмотрим фармакологические эффекты м-холиноблокаторов. Блокируя м-холинорецепторы, он устраняет холинергическое влияние на гладкие мышцы, экскреторные железы, сердце и вызывает эффекты, обратные эффектам холиномиметических средств. Так, блокируя м-холинорецепторы круговой мышцы радужной оболочки глаза, атропин вызывает расширение зрачка, при этом нарушается отток внутриглазной жидкости, что приводит к повышению внутриглазного давления. Поэтому м-холиноблокаторы противопоказаны при глаукоме. Также он блокирует м-холинорецепторы ресничной мышцы и расслабляет ее, при этом увеличивается натяжение циновой связки и, соответственно, уменьшается кривизна хрусталика, вследствие чего глаз устанавливается на дальнюю точку видения, то есть развивается паралич аккомодации. В офтальмологической практике атропин используется только с диагностической целью для расширения зрачка и исследования глазного дна, а также при подборе очков, так как он снимает спазм мышц. Следует отметить, что в офтальмологической практике чаще используются препараты местного действия тропикамид и гомотропин. При угнетении м-холинорецепторов гладкой мускулатуры желудочно-кишечного тракта атропин вызывает спазмолитический эффект, также угнетает перистальтского кишечника и вызывает обстепацию. Применяется спазмолитический эффект атропина при коликах, также в этом случае может применяться и платифилин, который обладает более выраженным спазмолитическим эффектом. Атропин обладает также бронхолитическим эффектом за счет снижения тонуса гладкой мускулатуры бронхов, но в качестве бронхолитического средства он практически не применяется ввиду широкого спектра действия. В этом случае предпочтение отдается препаратам более избирательного действия, таким как теотропия бромид и ипротропия бромид. Секреция экзокринных желез под действием атропина снижается, уменьшается секреция пищеварительных желез желудка, кишечника, а также слюнных, бронхиальных, слезных и потовых желез, что проявляется сухостью полости рта, дисфагии, дезартрии, сухостью кожных покровов. Антисекреторное действие атропина можно использовать при острой фазе язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и остром панкреатите, но для лечения язвенной болезни предпочтение отдается препарату избирательного действия, перензепину. Угнетение атропином М2 холинорецепторов сердца вызывает снижение холинергического влияния блуждающего нерва и проявляется тахикардия. Улучшается атриовентрикулярная проводимость. Этот эффект используется при брадиаритмиях и атриовентрикулярной блокаде. Широкий спектр действия атропина используется для премедикации с целью профилактики рефлекторной брадикардии и остановки сердца, для подавления секреции слюных и трахиобронхиальных желез, а также для профилактики ларинга и бронхоспазма. Также атропин применяется в качестве антидота при отравлении М-холино-миметическими средствами и антихолиностеразными препаратами. Холинергические средства, влияющие на никотинчувствительные рецепторы, будут рассмотрены в следующей лекции. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok